Всем привет, друзья! Вечер 23 августа 2022 год, центральный пляж. У нас участок возле речки Анапки. Температура воздуха сейчас около плюс 27-28 градусов. Днем было до 33-34 градусов в тени и, пожалуй, надо где-то под 40 в реальных пляжных условиях. Но это достаточно жарко. Я бы даже сказал, что знойно. И ближайшие два дня, 24-25 августа в Анапе, ну и в ближайших районах ожидается жара еще большая, еще сильная. До 35-36 градусов в тени. Это значит, что в реальных пляжных условиях 40 будет в легкую и, скорее всего, даже 45. Поэтому, кто сейчас находится в Анапе, будьте бдительны, не перегревайтесь, иначе это чревато тепловым либо солнечным ударом, если вы будете находиться под прямыми солнечными лучами. И рекомендую в пик солнечной активности пляжи не посещать. Пик солнечной активности, ну это где-то с 11 до 3 часов дня. Посмотрим, что у нас тут по обновлениям. На днях я вам показывал то, что здесь огромные кучи. Кучи убрали, но, как видите, проблему качественной уборки тины, вот это ворошение огромных куч тины с песком не решает. И сейчас мы увидим то, что все уже под воздействием такой конкретной жары. Тина зеленая становится черной. Вонь, но вот сейчас прямо-таки вонь это не особо сильная, потому что еще не так много этой тины. Но, ребята, опять же, желание зайти в море не возникает, когда ты подходишь и смотришь здесь с берега. И вот хочу отметить то, что я-то вот местный житель, я привыкший к таким видам. А представьте, люди, которые приехали, ну допустим, первый раз в этом году за сотни тысяч километров в Анапу. Ну, нам не такое, не такие виды рисуют наше воображение, когда мы едем куда-то, да, там на отдых. И вот в итоге приходишь в центральный пляж Анапу, ну, казалось бы, да, все как бы центр. В центре принято больше следить за чистотой, за внешним видом, за убранством. Ну, это как правило, да. Но на самом деле здесь такая у нас ассоциация, аналогия не работает. И хорошо, что не по всей протяженности центрального пляжа присутствует вот эта отвратительная тина. Чрезвычайная ситуация произошла у нас в Анапе на одном из пляжей в районе высокого берега. Ну, так называемый пляж 300 ступеней. Кто разбирается, где какой пляж, в зависимости от количества ступеней, вы знаете, да. Но, в общем, это высокий берег. Мама с бабушкой и трехлетним ребенком возвращались, поднимались с пляжа. Чтобы подняться с пляжа, нужно подняться. Чтобы спуститься на пляж, нужно спуститься, значит, по лестнице. Это у нас морские собаки. Так, а что это вы на меня решили полаять? Вы же на свои гидроциклы лавите. Они на гидроциклы лают, ну, лафуют так все лето. Заодно охлаждаются. Ну, и в итоге, когда они поднимались, так получилось. Там между перилами, расстояние большое, и ребенок как-то соскользнул с лестницы. Ну, оступился, наверное. И немного скатился по склону высокого берега. Застрял в растительности на высоком берегу. И мама не смогла самостоятельно ребенка обратно достать. Позвала на помощь окружающих людей. И мужчины, которые находились на отдыхе на этом пляже, они сбегали за автомобильным тросом. И на тросе спустились, подняли и маму, и ребенка. И в итоге обошлось только легкими царапинами, и все. В общем, ситуация разрешилась благополучно. Так что, друзья, если вы поднимаетесь, спускайтесь по склонам высокого берега, даже на оборудованных спусках, следите за детьми, держите их за руку, чтобы они от вас далеко не уходили и никуда не соскальзывали. Посмотрим на морскую воду с высоты начала морского причала. Ну вот, видите, вот такая ситуация. Это столько придется идти от берега, если вы зашли в какой-то тенистый участок. Тина сегодня уже поменьше, чем было позавчера. Позавчера даже наша, да? В большом количестве продолжалось. Сегодня уже, видите, видны какие-то просветы, виден рельеф дна. Еще одна новость. В канун нового учебного года в Анапе ввели в эксплуатацию новую школу на 1100 мест. Эту школу построили по национальному проекту образования в микрорайоне Алексеевском на улице Спортивной. Школа получила акт ввода в эксплуатацию, и уже 1 сентября в ней прозвенит первый звонок. И сейчас в школе расставляют активно мебель, в классах делают уборку в помещениях, и часть классов уже полностью готова к приему учащихся. Тем не менее, прием заявлений от родителей продолжается. Еще одна школа должна начать эту работу в этом учебном году, в микрорайоне Горгиппе. Так что, каждая новая школа в Анапе вводимую в эксплуатацию, это очень здорово. Дошли до центра центрального пляжа, максимальное количество людей среди всех участков на центральном пляже, это именно в центре центрального пляжа. Ну и, в принципе, сегодня ситуация с морской водой в районе странного пляжа, ну, нормальная, скажем так, да, сдержанно, чтобы не сглазить. Только вот возле Анапки там невероятный трэш, да и то, в принципе, сильной вони нет, а здесь так вообще нормально. Прикольно очень, то, что у нас непосредственно с пляжа такой конкретный движняк. Это у нас лаунж-зона, вдруг кто еще не знает. А, ну и температура воды в море 27 градусов на глубине 2-3 метра, до 30 градусов на мелководье. То есть вот самая теплая вода, какая только возможно, она как раз-таки вот сейчас, одни из самых жарких дней лета 2022, она как раз-таки вот сейчас, самая-самая теплая, чуть ли не горячеватая, да, даже излишне теплая морская вода, вот именно в эти дни, и 24, 25, 26 августа температура морской воды на мелководье будет около 30 градусов, может быть, даже 31 или 32. Ну, это прям вообще невероятно, да. В общем, друзья, если вы на отдыхе в Анапе, будьте бдительны, не теряйте вашу бдительность, не теряйте осторожность, пейте достаточное количество воды, именно, чтобы не получить обезвоживание, не находитесь под воздействием прямых солнечных кучей в пик солнечной активности, когда вы находитесь на пляже, да вообще, когда просто идете по улицам города. И тогда все у нас будет с вами хорошо на отдыхе в Анапе, если мы будем с вами внимательны, бдительны и аккуратны. Ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, подписывайтесь, делайте репост. Меня зовут Максим, желаю всем добра, все, до скорого, покедова.